всем привет ребят ну что добрался до зефирика и сегодня мы его сделаем магментацию я вам показал его что он без прокачки действительно очень крутой герой плюсы у него однозначно это то что у него отхил ограничение урона куча разных дамагов куча иммунитетов и у нас сегодня будет вот такая вот сборка покажу вам сборку да ну и стоит ли ее делать сделаем мы сейчас ему аргументацию то есть мы я прокачал его много сегодня разных талантов уже показал то есть я тестирую все время у нас сегодня 9 со будет плюс эмблемку мы поставили каменку то есть дополнительно у него еще дав плюс ангел и мы еще сделаем аргументацию и попробуем сделать давайте так поехали вот storm а и называется моментация поехали посмотрим что у нас получится и поставим мимо колик векшин и соску то есть топовую чарку надо в которая дает дополнительный отхил отхил у него не такой уж и большой он зависит от количества противников которые он бьет то есть есть противник он будет себе хелить нету противников он себя хелить не будет то есть он хелится на юнитах и на героях на зданиях он не хелится если вы не заметили вы сейчас принципе это увидите так окей поехали сделали моему аргументацию ну конечно же его стоит собирать на уклонение сейчас попробуем собрать либо попробуем крит резист то есть сопротивление можете на крит его собрать принципе варианты очень разные есть но нас интересует как бы универсальность универсальность а данный момент это уклонение то есть у вас увеличивается шанс уклонения и по вашему герою соответственно не попадут сейчас попробуем хоть что-то вытащить хотя бы 45 пятерок но пока к сожалению это самое нудное самое длинное занятие которое только есть это вытаскивание уклонений хотя на английском сервере раньше они падали неплохо но сейчас я смотрю что мы будем с вами мучиться много ребят спрашивает по поводу конкурсов конкурса ребят идут я уже говорил 5 обняков я постараюсь на этих выходных все зависит от русского сервера на английском сервере я бы разыграла не хочу просто разыгрывать и потом списываться очень много в спаме ребят я не успеваю всем ответить поэтому я хочу залпнуть их сразу же осчастливить и будем двигаться дальше так что для этого надо делать есть на стартовой страничке плюс я думаю обновлю немножко контент канала вы знаете что как будет дуб это чисто так чисто хобби не более того если бы я сидел и занимался youtube думаю вас бы было уже намного больше в разы такс мы пока занимаемся битвой замка продвигаем эту игру так уклонение только одно видите падает реально хреновую чё-то интересно когда они уже сделают созвездие донатными чтобы можно было бы за донат просто зашел себе и вытащил то что тебе надо варианта как бы разные есть судя по героям у него и так ограниченный входящий урон то есть это классный герой получается у нас попробуем сейчас по максимуму поставим дав посмотрим насколько мы его сможем ограничить может будет и смысл высокой если урон будет все равно 36000 то проще набить по максимуму жизни этого будет больше толку дамагом они так прилично выдает парализует то есть герой реально очень интересный очень универсальный там сделали на админ аккаунте что он сливает там огник и сотрю многие уже писали мне что он сливает огника ребят все зависит от чар я из-за этого сделала вам тест героев бещер смотря какие у вас созвездие чары соответственно от этого будет все зависит если тестируют огника у которого недомогание против него конечно у него сольет потому что недомогание порежет весь адхин тестировать надо в равных условиях для этого принципе я и создал пару аккаунтов для теста героев чтобы вы видели реальную картину потому что очень многое зависит от того что вы потом поставите герою то есть очень много разных моментов есть которые влиять будут на вашего героя ну истину скажем так саму правду вы узнаете только тогда когда герои будут в одинаковых условиях и одинаковой прокачки вот видите отличная я жаловался что мы тут долго очень будем ролить оказалось все намного проще так отлично этого нам пока хватит так у нас тут интересного коробок как видите у меня тоже дофигище я их не использую так чисто на удачу посмотрим мы поставим сейчас топовую эмблемку у меня их тоже уже дофигище 33 штуки вот осталось кстати сейчас мы сделаем еще одну тему так окей с этим разобрались ставим вот такой вот вариант holy conviction который дает еще дополнительно 40 процентов ребят 40 процентов дает дефа плюс сто процентов отхила для этого герой это очень важно и поехали сейчас мы потом попробуем создадим еще интересную эмблемку или уже следующий видосик засниму когда немножко еще героя подкачаем поехали посмотрим хотя бы на входящий урон то есть у нас сейчас герой собран на максимальный дав с того что есть смотрим на входящий урон вот 36000 но это может быть обратка то есть тут разные варианты 28 смотрю ну про я в любом случае будет тридцатку думаю выбивать мне вот интересно посмотреть сам отхил вот видите недомогание плюс 22000 вот это уже получше 4 героя по 22000 видите тут даже другие герои могут сливать потому что недомогание получается 90 в районе 90 км хилит себя это уже получше будет такой отхил а кто-то у нас конечно топовые противники воодушевления всякие а тут поинтереснее самый большой плюс то что он бьет парализует и он бьет с дальнего расстояния вот посмотрите вот такой вот вариант очень даже прикольненькие у него сразу же отхил включается если вот сейчас нету недомогания но видите толку от и со нету он все равно будет получать 36000 это то же самое что и фрей поставить и со единственный вариант какой я вижу это поставить паст это увеличит жизнь плюс урон вот это да священный огонь но он не спасает нас да там некоторые плюхи пролетают вроде меньше но это по сути нас не спасает ника а вот по 22к отхил вот это радует то есть в таком варианте он у вас и не атакует и нету никакого ну по сути дефа тоже нету 36000 как прилетала таки пытает какой смысл я не вижу в этом никакого смысла но по крайней мере в такой сборке возьму возможно там в дальнейшем на 30 прорывах будет интересно смотреть на то как она будет но пока я не вижу никакого результата это суда там урон есть немножко меньше у нас отхил все перекрывает а урона как видите у нас нет то есть он наносит чистый урон 31000 это урон который игнорирует так чтобы вы не путали герой наносит урон это именно отхил 31000 это урон который он наносит и который игнорирует броню то есть такой вот такая вот сборка ну а ты со честно говоря я не видел никакого толку давайте попробуем поставим словим баст заглянули у меня есть то есть это прототип фрей то есть что вы фрей поставите пакт он не даст он жизнь даст урон а вот баст будет самое такое универсальное отлично есть поехали допустим поставить эмблемой пакт даже 8 возьмем поставим у нас все равно урон ограниченный входящий но зато мы сейчас увидим отхилл и урон ну вот посмотрите в уже урон в разы лучше все равно мы получаем точно так же опять опять нас блокирует видите не успевает у тридцатые прорывы это герой без прорыва в тест то есть мы его чисто аргументировали поставили на отхилл космо будет его убивать космо убьет такой сборки он просто не включается надо больше ну надо улучшить когда будет больше уклонения тогда будут шансы у нас уклониться и все будет повеселей так тут с ладошкой героев я не вижу давайте попробуем через выражая зайти вот выражая режет ну посмотрите у нас отхилл сколько там вы живут недомогания все равно его по 36 к дамажет но посмотрите как он держится против тридцатого прорыва уже то есть разницу вы видите сейчас мы конечно по заряжаем вот смотрите сколько миссом проходит уже и фрея подключилась ну недомогание станы все и героя просто нет тридцатая прорыва не многие герои без прорыва смогут против тридцатки кто в принципе без доната знают что такое попасть на 30 прорыв разница очень колоссальная в статах то очень велика так смотрим здесь в принципе интересно поехали попробуем вот видите опять недомогание вот поэтому тестить героев с разными 35 с разными чарами бессмысленно говорит что это тащит этот не тащит недомогание с недомогание многие герои могут просто не затащить потому что режется от хилл без недомогания вот это я считаю самый оптимальный тест у нас будет я имею ввиду вообще без сагментации так вот интересно давайте посмотрим плюс еще смотрите ли надо у чисто учитывает так давай включайся нам интересно посмотреть на твой от хилл как-то блять вообще непонятно опять же прорывы короче решают попробуем через фрейм вот чего он боится так это он боится стану против стана вот посмотрите какой уже от хилл вот мы добавили и все равно шатает то есть любой герой будет шататься его блокируют все ну нельзя сказать что это имба небо в таком случае надо смотреть будет в пачке я допустим прокачаю его покажу вам ну я уже вижу в том что герой блин ну нереально крутой по сравнению с тем же самым огня кому намного универсальным получился так отлично фрейм бьет давай 2027 тысяч от хилл у нас там то есть у нас опять режут нам от хилл вот видите 27000 и в принципе это довольно таки неплохо у нас выражай просто режет от хилл там 13 выражай был но опять же мы без прорыва бегаем пока что давайте такую сборку затестим на подземках вот это будет думаю поинтереснее как видите со себя пока на такой прокачки без прорывов ну не знаю мне не понравилось то есть он как получал урон так и получает вот тут вот поинтереснее посмотрите сколько он урона наносит разным героям да урон урон прямо процент прямо пропорциональной да то есть он там не особо велик потому что у него атаки не так уж и много и от этого зависит хилл и плюс он игнорирует бронь но этот урон наносится 0 5 раз в секунду чтобы вы понимали зачтить на протяжении четырех секунд это получается у нас 20 20 по 40 тысяч принципе неплохо 800 к наносит он нескольким героем это довольно таки офигенно да это не мега урон но основной его урон это урон который он наносит впереди вот этим выхрим который срабатывает там раз две секунды плюс парализует вот это вот принципе самое основное но как видите они его убить не смогут потому что тут немерено отхила тут от каждого сразу же идет от хилл то есть он по сути как тот же самый bigfoot ну вот хилл меня реально радует давайте попробуем ради интереса тут у нас там это не здесь что-то подумать еще поэтому сейчас попробуем еще вариант так это я что немножко далековато уже залез плюс у него как видите иммунитет к разбросу давайте попробуем поставить ему победный победный выпад вот такой вот вариант и посмотрим на той же самой подземке как он себя чувствует проявит то есть плюс 25 и плюс еще до но тот же самый видите урон 39 39 к вот на этом уроне который витрем идет что по отхилу по отхилу мы пока не видим максимум отхил сейчас мы посмотрим просто в рейде плюс то что он авто брокер и наносит урон на любое расстояние вот это вот однозначно очень большой плюс а вот сейчас посмотрите с победным у него уже до урон по нему уже не 36 к а 30 600 но отхила маловато отхила мне что-то что-то маловато возможно из победное будет интересно надо будет подъяснить принципе тоже неплохо вот 30 600 получается убрала у нас 6000 практически 5400 победный убрал уже интересно а ну давайте попробуем такой вариант вот видите со по сути она к сожалению не особо нам дает то есть как дамаж или максимум таки дамажит вот победный уменьшает с интересно посмотреть на отхил конечно же плюс дает он по сравнению с пактом меньше урону в урон видите какой ну то есть есть свои нюансы и такой вариант тоже довольно таки неплохой то есть тут надо выбрать либо то либо то я даже не знаю мне кажется с отхилом поинтереснее то есть такой вариант тоже в принципе неплохой но мы тем же самым уменьшает себя отхил увеличиваем урон ну не знаю в общем надо тестить пишите коменты какая вам сборка интересно что вы думаете по поводу чар какая чарка топовая то или то ну я например мне больше нравится все таки holy conviction то есть священный суд последняя чара которая у нас вышла все пишите коменты ставьте лайки всем удачи всем пока все таки